Здравствуйте, меня зовут Андрей Дривер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Две головы лучше? Как одновременно управляющая компания и ТСЖ не могут справиться с одним домом? Чья зона ответственности? Почему управляющие компании не следят за контейнерными площадками? А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок рассказать о проблеме. Можно следить за статусом вашей геометки, она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда Коммунальный патруль принял в разработку эту тему и до зеленого, если соответствующие службы не решили эти проблемы или черного, когда ситуация не изменилась. Дом расколот на двое, так говорят собственники квартир на партизанской 105. Имеют в виду, что один дом делят сразу две управляющие организации, хотя при этом ни одна не справляется с обязанностями. Жители пытаются решить проблему через жилинспекцию, а их противники прибегают к помощи полиции и даже мертвых душ. Автомобиль охранника подземной парковки стоит поперек пожарного выхода. Андрей уверен, что ни ТСЖ, которая обслуживает дом, ни компания «Автодом», которая управляет подземной парковкой, с обязанностями не справляются. Все обваливается, то есть постоянно топит, откуда топит, идут дожди, топит, стоит снег, топит, рвется какая-то канализация, здесь плавают фекалии, моча. На тех же этажах, что и парковка, находятся принадлежащие дому коммуникационные системы, бойлерные, электрощитовые, вентиляционные шахты. У жителей вопрос, как разные управляющие организации делят зону ответственности. Причем жила инспекция четко сказала, что «Автодом» не может быть управляющей компанией, так как у них нет лицензии и нет полномочий. Две управляющие компании на одном доме не могут быть. Правда, специалисты говорят, что да и управляющие организации могут работать в одном доме. У этого объекта есть свой собственник. Причем может быть такое, что этот собственник даже не является жильцом этого дома. И мы встречали такое большое количество. И они в итоге образовывают некий кооператив. По управлению своей недвижимостью. Есть где-то СЖ самостоятельно определяют, что они в том числе и эксплуатируют эти подвальные помещения, где находятся парковочные места. Поэтому и то, и другое имеет место, право на существование. Правда, если нет вопросов к законности работы, то есть претензии к качеству. В этом молодом доме парковка до такого состояния дошла меньше, чем за 10 лет. Но кроме обслуживания, есть и другие проблемы, которые пока не решаются. Вентиляционные шахты с парковки выходят на детскую площадку. Безобразие полностью считаю. Дети, у меня ребенок, внук играет, и мне это, допустим, неприятно. И есть предписание суда перенести эти шахты до 15 метров от детской площадки. Никто этого не сделал. Пока говорим о работе организации, управляющей парковкой, к нам подсылают охрану. Охранники зачем-то пытаются выяснить у собственников фамилии и грозят полицией. А пока мы ждем стражей порядка, есть время поговорить и о ТСЖ. Мне надоело вранье. Вранье на всех уровнях. Во-первых, вранье. То, что председатель ТСЖ является собственником. С 2017 года председатель ТСЖ Боброва Зоя Георгиевна собственником не является. Мы начали вникать в работу ТСЖ. И чем больше мы стали вникать в работу ТСЖ, тем больше мы ужасались. По словам жителей дома в прошлом году, в августе товариществом собственников жилья был запланирован капитальный ремонт. Четкого обоснования необходимости проведения работ жители добиться не смогли. Но это никого не остановило. Сняли эти деньги 2,5 миллиона, а работы не производили до сих пор. Мы в жилищной инспекции были на приеме. Мы писали письменные жалобы. И нам ответили, что мы можем меры принять только тогда, когда работа эти закончится. Но перевожу на общечеловеческий. То есть, если они не закончатся никогда, то никаких мер ответственности мы к ним применить не можем. Но я понимаю, это только так. Кроме такого вопиющего примера, жители приводят несколько промахов поменьше. Вот, например, закрыт пожарный выход. Не только на парковке, но и в подъездах. Давайте я буду пробовать вам показывать. Он работает нормально. Я открыл дверь. А теперь мы заходим сюда. Но он не открывает, зараза, блин. Ну почему-то. Чего ж там такого, там, блин, золотого-то, а? Сейчас пожар будет нафиг, люди не выскочат. Жители пытаются сменить правление, но уверяют, что им мешают. Нарушают процедуру голосования собственников, рисуют подписи и даже привлекают мертвые души. Есть люди, которые умершие, но они голосуют. Вот вы понимаете, человек умерший, а он проголосовал за. Голосуют за ржавые входные двери, вентиляцию, выходящую с парковки на детскую площадку, которая частично поросла грибком. Также голосуют за практически полное отсутствие работы со стороны управляющих организаций. А на тех собственников, кто голосует против, вызывают полицию. Мы не безобразничаем. Нет. Какие проблемы? Мы что-то... Законок никто не нарушает. Полиция, которую охранник парковки все же вызвал, к нам и к Андрею претензий не имела. Полицейский предложил даже написать заявление на охранника. Но ситуации с этим домом, вероятно, сможет помочь другой патруль. Мы продолжим следить за ситуацией в доме номер 105 по улице Партизанской. А теперь к мусорной реформе. Общероссийский народный фронт и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ЭКО-комплекс проверили состояние контейнерных площадок в Барнауле. В списке нарушений полуразрушенные и забитые до отказа мусорные баки, а кое-где даже полное их отсутствие. Почему управляющие компании не справляются со своими обязанностями и когда ситуация изменится, расскажет наш корреспондент Валентина Аскерова. Мусорный контейнер на Краевой предназначен исключительно для жителей частного сектора. Но делить единственный бак, как выяснили общественники и представители рекоператора, людям приходится с несколькими многоэтажками, у которых своего контейнера просто нет. С такой нагрузкой бак не справляется и зачастую мусор просто вываливается из него. Это муниципальная площадка, заключен муниципальный контракт на ее содержание, уборку. ЭКО-комплекс здесь периодически зачистку проводит, вывоз КГМ. А получается, что управляющая компания, которая вносит сюда свою значительную долю мусора, в этом не участвует. Директор управляющей компании Тамара Батыгина пояснила, что контейнерную площадку разместить негде, нет места. При этом ранее управляющая компания все-таки брала для своих домов контейнер в аренду у перевозчиков. Механизатор расторгнул договор, когда пришел региональный оператор. Ну он расторг, так у вас-то мысли не появилось, если он расторг, убрал у вас таруб, куда у вас население должно носить мусор? Вот могут сюда носить. А вам кто определил это место, что они сюда должны носить? Вот в данную секунду никто. На деле же жители многоэтажек не имеют права выносить мусор в бункер для частного сектора. Управляющая компания обязана установить жителям свой контейнер, ведь в строку содержания жилья входят затраты на обслуживание контейнерной площадки. Нужно сейчас предпринимать шаги, по крайней мере, хотя бы подключению тех двух домов, которые находятся в управлении, где порталы физически можно установить, и они действительно там отчасти разгрузят. В целом, эту ситуацию вот в этом микрорайоне должно сделать лучше, чище. Чтобы поставить баки, управляющая компания должна либо купить, либо взять их в аренду. После проведенного коммунального рейда представитель сервиса заверила, что в ближайшее время проведет все необходимые процедуры согласования с собственниками жилья для установки своих емкостей. Кстати, та же самая директор пообещала решить проблему и с переполненными контейнерами на Малахова-158. Мусор, согласно графику, вывозят там пять раз в неделю. Судя по состоянию контейнеров, это явно недостаточно. Чтобы мусора входило больше, представители компании соорудили на контейнерах картонные бортики. По словам той же Тамары Батыгиной, это исключительная инициатива дворника. Она сделает ему замечание. А это рваные мусорные контейнеры на Чекалова-32. Ими пользуются жильцы нескольких пятиэтажек. Кстати, всего месяц назад площадка была еще в более удручающем состоянии. Весь мусор просто вываливался из баков. Да и сейчас погрузить эти контейнеры в спецтехнику – большая проблема. Получается, что региональный оператор должен нести ответственность после просыпания отходов при погрузке. Если контейнера находятся в техническом исправном состоянии, то и проблемы отсутствуют. Поэтому надо привести в соответствие контейнерное хозяйство. За содержание площадки отвечают две компании – Центральный и Базис. Но они лишь переводят решение проблемы друг на друга. Между тем, пока управляющие компании пытаются договориться между собой, активисты УНФ отмечают, что стартовавшая реформа по обращению с ТКО должна все-таки привести к позитивным изменениям. Что касается многоквартирных домов, это четкое обязательство управляющих организаций. Здесь однозначно необходимо принимать решение управляющим организациям в приведении в соответствие. По крайней мере, начать с баков элементарного, чтобы они были в надлежащем состоянии. Кстати, жители вправе требовать все это от управляющих компаний. Ведь они оплачивают эти расходы в рамках текущего содержания жилья. Если на контейнерной площадке рядом с вашим домом нет порядка, если управляющие организации не реагируют, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи в следующий вторник. Не пропустите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!